Татьяна, расскажите, где сфера влияния целителя, где психолога, где доктора? Есть какое-то разделение? Есть, есть. Если доктор, психолог и целитель в одном целом, то нет. А если доктор и психолог, и целитель, это три разные специфики помощи людям. Но я хочу сказать, смотря какой доктор и чего доктор. Если доктор экономических наук, то, конечно, он уже может нам просто дать что-то, как жить. А если доктор медицинских наук, то, конечно, нам без этого никак. Психолог, ну, я сама психолог, и я целитель. Я сочетаю это все как в одном флаконе. Но есть такие ситуации, где психолог – это психолог, а целительство уже совсем другое берет начало. Почему? Очень много людей, атеистов, которые не верят в целительство. А я хочу сказать, что пора забыть слово целительство, а просто сказать, что психология, она берет такой разбег, что как мастерство жизни, управление жизнью. И тогда это будет качественно. И атеисты, конечно, тоже хотят жить. Атеисты тоже и заболевают, и желают. И, конечно, кто-то из них терпит крах. А психология, она будет очень медленно вести. Я не говорю, что некачественно, качественно. А вот целитель, вот тут в скобках, да, это уже пора принять это так. Просто психолог уже как человек с опытом, с наработкой, он может за короткий промежуток времени, от 40 минут до 2-3 недель, есть такие ситуации, решить эту проблему, найти причину. Для меня вот именно такая разница. А с чем связано вот такое упертое непринятие целителей? Вот психолог – это хорошо, а целитель – это плохо. Хотя работают с одной и той же проблемой почти такими же инструментами. Непринятие. Если бы мне в 95-м году сказали, что я буду целителем, да, я была такая, могла и матом покрыть, могла и нахамить, нагрубить. Но я принимаю слово целителя, как раньше было, это бабушки, дедушки, травники, да, знахари. В данный момент все спутали в одно единое. Не надо это путать. Целители пусть остаются целителями, да, их природа научила, им кто-то что-то передал. А сейчас целительство, вот как я занимаюсь, это тонкие лучики психологии, которые дают результаты мгновенные. Это просто образ жизни. Каждый человек это имеет, каждый человек настроен на это жить лучше, счастливее, успешнее, но не знает как. А действительно, ответы у каждого у нас внутри. Скажите, а есть ли разница в восприятии вот этих сфер у нас и за границей? Вот вы ездили туда. За границей, я хочу сказать, там приветствуются целители, психологи, это как домашние врачи. Я сама вот много штатов посетила, там востребованность очень велика. Там 5 минут, это где-то 80 долларов у врача побыть. 8-10 минут, это 120 долларов. А целитель работает за 100 долларов, за 70 долларов. И, конечно, больше результатов. Поэтому, наверное, доверие в общем у людей больше, да? Есть разница? Доверие больше почему? У нас только начинается духовный рост. Не то, что вот как церкви, мечети, культура навязывают, религия. Духовный рост внутри каждого человека. А вот за границей, Запад, Америка и другие страны, это, кроме матери, это по роду передавалось. Из-за этого у них духовный рост намного выше. Из-за этого у нас очень любят заморских учителей, потому что они раскованные, они с детства занимаются этим. Это бабушки, мама, родители, школа. Чего греха таить? У каждого церковь своя, то и духовник, они уже открыто к этому и принимают открыто. А мы только входим в это. Скажите, а как вот вы сами впервые столкнулись со своим талантом и как решились этим заниматься? Уже много сказано об этом, написано об этом, но коротко я скажу, и называю это грубо, что действительно я смеялась над целителями, над экстрасенсами, гадалками. И, как говорится, мордой об асфальт. Не боюсь этого выражения. И я стала действительно и целитель, и экстрасенс. Единственное, что я не гадаю. Это не мое. И, конечно, у кого-то клиническая смерть, у кого-то какие-то операции, какие-то шоковые программы. Просто как перезагрузка. Вот как компьютер бывает перезагрузка, так и у человека. И я попала в эту перезагрузку. И, конечно, было очень много моментов, когда я не знала, куда провалиться от того, что мои близкие узнавали, что я целитель экстрасенс. Понятно. А как произошло? Вы что-то увидели, что-то почувствовали? Ну, какой-то толчок явный, или это постепенно произошло? Нет, это было явно. Я в 1994 году в Институте Федорова сделала себе операцию на оба глаза. У меня была высокая миопия. И через три с половиной месяца у меня пошла отслойка сетчатки на левом глазу. И я жила тогда в Воркуте. Мне врачи в Воркуте спасали глаз. И в эпохе одной операции мне уже пломбы поставили на глазу. Пломба просто отскочила. И, видно, удар был. Я врачу на обходе сказала, что такое ощущение было, как будто мне кто-то в глаз сильно стукнул. А я была в платье одна. Он у меня срочно опять на операцию. И после этого забинтованный глаз видел одно, а открытый глаз правый видел реальность. Я ничего не понимала. Но когда я вышла, уже выписанная была, я думала, что надо ноги в руки и сдаваться в психушку. Потому что много видела, слышала запахи, звуки. И это меня выбивало. Потому что это далеко до реальности. Вот и перезагрузка такого качества произошла со мной. Понятно. Скажите, вот вы уже про это упоминали, но есть мнение, что вот эти таланты, они обязательно либо должны по наследству передаваться, либо вот каким-то таким образом что-то должно шоково-человеком произойти, чтобы они открылись. А вы знаете, по наследству это легче всего сказать. И даже многие, которые только начинают работать, да, у них получается, они не знают, как миру заявить о себе, пишут потомственная целительница. Я многих таких знаю, там далеко-далеко до этого, но они специалисты действительно классные. Это просто люди так заявляют миру о себе. Но потомственные – это могут быть шаманы и знахари, травники. Потомственные могут быть кахоны, вот тоже, они тоже как шаманы, да, в Мексике. Они действительно живут, видят, что родители, бабушки, дедушки этим занимаются. Да, у них хорошо получается. А в данный момент у нас с вимильными шагами идет прогресс. Все поколения, вот в данный момент 5-6 поколений, вот моего возраста, да, как предыдущие, последующие, и получился микс. Потому что наши дети, внуки идут намного умнее, и уже с этими знаниями. Оздоровить планету, оздоровить желания людей, смысл жизни людей. И, конечно, оздоровить не просто, как вот люди говорят, нацию, народы. Нет, просто оздоровить «я человек». И это у каждого есть, в каждом есть. То есть это талант есть в каждом? Это не талант, это просто «я человек», это смысл жизни, образ жизни. И вот этими ресурсами многие, ну, почему многие, более 70% не используют. Когда начинают люди использовать, то меняется жизнь, смысл жизни, желание. И, конечно, потребительская не корзина правительства, которую дают якобы пенсионерам, малоимущим, а потребительская корзина каждого, она зависит от потенциала, кто я есть. Если я верю в себя, если я твердо стою на ногах и могу стать твердо, это мой потенциал, а не то, что мне навязывают. Ну, навязывают, чтобы выгодно людей подконтрольно держать. Чем больше контроля, манипуляций, давления, управления, тем больше распри воин. Когда люди свободно живут, каждый для себя, и, конечно, показывая пример, что можно так жить, то воин не будет. Я хочу сказать, что и религия будет одна, Бог един. Но это мое мнение. А с какими трудностями сталкиваются люди, которые приходят в духовные практики? Потому что многие тут же разочаровываются. Говорят, ну, может, я не к тому попал, может быть, я не туда полез. Многие хотят немедленно и сейчас, и боятся работать над собой. А что такое работать над собой? Боль, страдания надо убрать. И хватит врать, что моя тетя там министр, там еще какая-то ученая и так далее. Ничего плохого не произойдет, если мы скажем, что моя мама, например, вот, она рабочая. Папа, например, сантехник, там папа водитель, почтальон мама. Это не надо кичиться и чуждение давать этим людям. Мы действительно без почты, без сантехника, без повара никак не будем жить без парикмахера. Если все родители будут министрами, то откуда действительно все другие люди произошли? Так что надо принять, что все сословия, они нужны. Но как мы верим в это? И идем через обман, показать, что я крутой. И эта крутизна, конечно, тоже дает слабину там, где ты не ожидаешь. Или действительно знать, да, я такая, да, я вот с этого сословия. Не надо чуждение давать из семьи алкоголиков, из семьи колхозников или из семьи звездных каких-то политиков, артистов и так далее. Почему? Потому что каждый рожден для счастья и успеха. Но каждый именно счастлив по-своему и как он хочет. Вот это, конечно, потенциал в каждом из нас. То есть основная проблема таких людей в том, что они отрицают свой род, отрицают себя, как бы это первая проблема, да? Да, да. У меня в классе со мной учился мальчик, его мама родила в тюрьме, она бухгалтер, вынужденный, ну, там что-то подписала, недосмотрела. И она была вынуждена родить, потому что остался еще ребенок с матью моей. Его отфутболивали, с ним плохо обращались. Но парень после армии поступил в летное училище, на красный диплом, налетал часы академии. Сейчас преподает и классно. Вот просто он доказал сам себе, никому-либо, что хочу, могу. И у меня такой лозунг действительно, хочу, могу, позволяю. А если мы говорим о учителях, да, в 70-е было модное слово «гуру», сейчас оно снова возрождается. Вот, лежит восторженная толпа какое-то время, потом кто-то от этой толпы отваливается недовольный, образует свою толпу. И вот эти толпы бегают постоянно. Я лично бы побоялась примкнуть к такой толпе. Почему? Потому что мои внуки, да, вот они мои «гуру». Я, может быть, для кого-то «гуру», даже мы с вами общаемся. Вы для меня «гуру», я для вас «гуру». У нас у каждого есть своя позиция видения и смысл жизни, и мы этим делимся. Это и есть. Но многие «гуру» не выдерживают, которые действительно какие-то знания несут, их возносят. Но вот эти хрустальные педесталы, они не для каждого. Когда человек верен, и когда он из энергии сегодняшнего дня черпает и этим делится, да. Но я бы не сказала это «гуру». Это просто действительно человек принес таланты в мир и этим делится. Потому что он принес это, он должен это дать. Ну а как вот новичку распознать? Это вот мыльный пузырь или это действительно учитель, и стоит у него что-то взять? Сразу я рецептов не могу дать. Почему? За счет проб и ошибок. Нравится, не нравится. Это одно. Но для чего-то каждый получает от того или другого «гуру» учителя, да. И за счет понимания «нравится, не нравится» – это ему решать. Но с другой стороны, что тебе преподнесли технику, законы, знания, как ты этим пользуешься? Если не как, вот просто чтобы вот так коснулся и человек изменился, этого не бывает. Нет плохих учителей, нет хороших учителей. Просто каждого учителя кто-то как-то воспринимает, потому что попал в эту энергию, это моя энергия. А кто-то отлетел, отскочил. Вот за столько лет работы, может быть, у вас уже есть свои какие-то законы, которым вы непреложно следуете? Которые вы бы могли передать как совет? Во-первых, у меня закон номер один – любить себя и притягивать это. А во-вторых, закон вот именно я человек – забыть о конкуренции, которые делают плохо, больно и так далее. Кто-то кого-то съедает по головам, по трубам, забыть об этом, выйти от этого. А принять здоровую конкуренцию, которая стимулирует, дает пинок, действуй, работай, вставай, живи. Вот это конкуренция. У нас испохавили очень много течений. Течение – любовь, течение между двумя людьми, близкими по духу, сердцем, душой. Секс – это как грязь. А сейчас духовная, действительно, энергия, она творческий. А творческая энергия у нас где находится? В сексуальной энергии. Вот это испохавленное, оно до сих пор грязью людей обливает. Надо воспринять себя и то, что со мной. Если что-то во мне не нравится, надо найти. Если я не справляюсь, я тоже обращаюсь к людям. Я обращаюсь и к врачам. Почему? Ну, потому что я, как целитель-экстрасенс, иногда в энергиях работаю, вылетаю из реальности. И вот какая-то боль что-то заставляет вернуться в физическое тело. Так что врачи, психологов, целителей я не отменяю. Вот к вопросу о том, что сапожник без сапог. Да, люди приходят и говорят, как это так, уцелитель какая-то, у самого болезни. Наверное, он плохой целитель. Когда стресс, когда боль, когда шок от чего-то, от потери или от увиденного. Да, целитель, если вовремя себя возьмет, силу, как уверенность, я здесь, я есть, то он поможет сам себе и окружающим. Но если касается, вот попала волна, неотработанного человека, он не в состоянии помочь. Я часто в такое попадала. Нет, нет, я сейчас попадаю. Я звоню или в скайп выхожу. Даже мои ученики, мои коллеги, они работают со мной. Я очень рада, что многие ученики пошли выше, дальше. И у некоторых учеников я тоже проходила курсы. Здорово. Да. А какие сейчас техники вы считаете наиболее эффективными? Уже же с такой опыт, уже много всего прошли. Вы знаете, я могу сказать, что все техники, которые помогают людям, и люди чувствуют облегчение, перемены, они все эффективные. Как воспринять? Но единственная техника, которая разложила все мои знания, опыт по полочкам, структурировала меня, это Тета Хеллинг, это Виана. Стайбл, это американка, хотя много положительного, отрицательного о ней говорят, обо мне тоже положительное, отрицательное говорят. О каждом можно найти плюс-минусы. Так что для меня она действительно в данный момент, когда все в структуру пришло, она для меня гуру. Я везде это говорю. Если что-то я у кого-то получила, говорю, Эрик Феррл, Пепепеги, Багиров, Лазаренко, даже мои ученики. Я просто говорю, что вот это оттуда, оттуда, оттуда. А многие люди боятся идти в какие-то эзотерические сферы, потому что есть мнение, что вот обцелители, люди, которым этим занимаются, у них идет такая как бы плата за дар, они называют, то есть нету личной жизни, нету детей, это вот обязательно. Нет, 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 это время прошло, это нам навязали. Когда были цари, шахи, падишахи, короли, они, конечно, таких людей держали при себе, и им было запрещено иметь семьи, потому что они жили ради этой семьи. Сейчас каждый из нас живет для себя, для своей семьи. Надо это тоже учесть. И вот в этом разница, что мы сейчас идем для себя, как я хочу, но если эзотерика кому-то вредит, если эзотерика заставляет быть одиноким, они идут, аскетизм сейчас тоже уже изжил себя. То, что выходили на трое-четверо суток медитацию, это тоже отошло. Немедленно и сейчас поверить и получить. Но опять же надо работать. Это как думать, как действовать. Не брать лопату, как вот учат, да, грядку вскопать, и вроде стресс ушел. А может быть и это помогает. Но просто для чего я вошел в эту ситуацию, почему я вот это сделал. Хотя у нас очень много говорит, это он виноват, а она они. Нет. Вот это, кого мы виним, это и есть гуру. Понятно. А как клиентам выбирать человека, к которому обратиться? Как понять, что он профессионал своего дела? Знаете, я лично иду, когда мне советуют парикмахера, мастера, стоматолога. Мне советуют мастеров, именно те, которые мне нужны. Это даже по одежде. Это как стилисты. Мне советуют еще, вот именно я консультируюсь, или в интернет вхожу. Но все равно мне нужна живая реклама. Сарафанное радио вот действительно дает шаги, куда мне идти. Вот этот шаг к сарафанному радио, отзыв о людях, играет важную роль. Вы говорили о том, что не очень хорошо бегать от одного к другому. Целителю. Как понять, когда... Нет, у меня были такие случаи, что человек сидит, говорит, ой, мне через час надо успеть попасть к торологу, астрологу, там еще что-то, или к шаману. Если не адаптируется человек к только одного человека, после именно оказания услуг, то побежал к другому, к третьему, он теряет себя, мечется. А когда вот это метание, человек может выбить себя и надолго, а может и попасть к кому-то. Почему? Потому что когда мечется, он развазаривает свою энергию, он густой. Но есть люди, которые ищут, конечно, уже устали, там попробовали, там попробовали, там попробовали. Они ищут, как бы скинуть с себя проблемы. Вот я-то я заплатила, дай мне результат. Это равносильно, что я пришла в магазин, если я купила колбасу, хлеб, я должна получить результат. А какой я должна получить результат? Просто поесть или удовольствие? Здесь среди нас тоже такое есть. Ну, кто-то делает себя мастером за счет проб и ошибок, где-то минус, где-то плюс, взвешивает, как надо и не надо. Это тоже нормально. Но не за счет ошибок людских и не над людьми. Здесь немножко коснулись вопроса этики профессиональной. То есть бывает, что человек приходит, ему вроде проблем не было, ему наговорили, и он с этими проблемами еще дополнительно на их рюкзаке унес. Есть какие-то этические нормы для восприятия? Совершенно верно, есть. Во-первых, нельзя человеку говорить все, что мы видим. Нельзя человеку говорить все, что нам идет, какая информация. Нужно сказать только то, что может принять человек. Да, это так или не так. Вы хотите это убрать или выйти из этого? Да. Вы хотите восстановить то-то, то-то? Да. Вы согласны? Да. Тогда да. А то, что вот я видела, когда меня приглашали на вопросы-ответы в разные клубы, и видят, ой, там змеи, вот там черти, да нету этого. Это уже шиза. Это надо уже идти сдаваться им. Это я про целителей. А вот вопрос о благотворительности. Есть какие-то правила, когда целитель должен помочь, вот несмотря ни на что, когда он может показаться? Ко мне обращаются люди с детьми с заболеваниями. Я не беру деньги и не беру у тяжелобольных уже в последней стадии онкологии. Почему? Когда, если ты возьмешь деньги, у человека уже паника, не хватает денег на жизнь. А здесь просто вот дается удочка. И человек верит в это исцеление или нет. И, конечно, благотворительность, она еще идет от меня в юбилеи, в божественные праздники, которые я чту в своей семье. И когда мне хочется просто подарить. А иногда идет информация, когда спрашивают, сколько стоит, это вам в подарок. И люди даже вот от этого радуются, что их услышали, что их поняли, приняли. Что-то разобрали. И несколько раз у меня было, ой, я и не знала, говорят, где эти деньги найти. Вот заняла, не знаю, как отдавать. А вам подсказка будет, что благотворительность, она дает, вот эта благотворительность как раз и дает сарафанное радио. Потому что эти люди больше скажут, что вы поняли, выслушали. И действительно работает это. И когда вы благотворительностью займетесь, не постоянно налево-направо, а именно тогда, когда вы чувствуете, вам в сторице все это возвращается. А вот есть еще вопрос с инициацией, что обязательно люди должны ее проходить. смотря, а что за инициация? О какой вы говорите? Ну, в разной практике у них свои инициации. Насколько это нужно? Насколько это необходимо? Я единственную инициацию знаю. Это в Татахеллинге, который действительно делается. Это подключение человека в его эгрегор, лично его. Это где там программы его заложены. И он знает, что ни с кем не переплетется, и никто не войдет в эту энергию. Инициация, это еще бывает в какие-то секты, в какие-то кланы. Здесь я ничего не могу сказать. Но я не советовала бы людям идти туда. То есть это может быть как один из показателей, нужно сто раз посмотреть? Да. Почему? Потому что там инициация происходит в эгрегор секты, какого-то клана. И оттуда, вот с этого эгрегора, потому что эгрегор – это та энергия, которая управляет нами и советует, и дает, и держит, соответствовать. Но то, что идет в тета-хилинге, каждый должен соответствовать себе. Спасибо. Может, Вы хотели бы что-то сами добавить, что-то важное сказать, о чем мы еще не сказали? Ну, я важное хочу сказать, и всем говорю, что научитесь в первую очередь любить себя, принимать. Не винить, вот он, она виновата. Вот они не дают, вот сволочи, вот сволочи, вот футболивают. Если Вы отфутболиваете, что-то не воспринимаете, что-то Вы кого-то критикуете, Вы с этим и сталкиваетесь. Принять каждого человека, вот кто нас окружает таким, какой он есть, тогда у Вас все получится. Спасибо. И в добрый путь каждому. Каждый рожден для счастья и успеха. Спасибо большое.